Пропажа близкого человека – одно из самых страшных событий, от которого, к сожалению, никто не застрахован. Самое главное в такой ситуации – не терять голову, действовать быстро и правильно. Успех поиска во многом зависит от скорости и точности принимаемых решений. Мероприятие посвящено Международному дню пропавших детей. Сегодня у нас присутствуют различные отряды, службы, которые участвуют в поисках. Наша цель – рассказать как можно большему количеству людей, что делать в ситуации, если пропал ребенок, либо близкий человек. В розыске пропавших без вести людей большую поддержку сотрудникам полиции оказывают волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт» и сотрудники российского Красного Креста. Выполнение нескольких очень простых правил поможет не потеряться. Планируй походы заранее и рассказывай о своих планах близким. Не будь самоуверенным, не теряй присутствие духа. Помни, тебя уже ищут и скоро обязательно найдут. Среди техники, представленной Водинцова, выделялся вездеход-амфибия «Шерп» – творение питерских инженеров, подаренное отряду. Позиционируется как машина абсолютного бездорожья. То есть как бы практически нету преград. То есть он плавает, он ездит по болоту, передвигается по коврому болоту. Ну и, соответственно, все остальное бездорожье – глина, суглинки, песок и так далее – для него это просто, так сказать, не преграда. С начала 2017 года на территории Одинцовского района правоохранительные органы зафиксировали 20 обращений о пропаже детей в возрасте от 10 до 17 лет. Все несовершеннолетние были благополучно разысканы. Большая часть из них – в первые сутки после поступления информации. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.